РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире Авторадио программа «Мама знает всё» Проект Российского Футбольного Союза при поддержке Газпромбанка Самые невероятные, честные, трогательные эпизоды жизни наших парней и игроков футбольной сборной разных лет Истории, рассказанные от первого лица, истории, которые мы никогда бы не узнали, если бы в нашей программе не появились мамы футболистов Аудиоверсию программы «Мама знает всё» вы найдёте на сайте Авторадио, а также на всех подкаст-платформах Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс, ВКонтакте, Кастбокс Напомню, мы уже встречались с мамами братьев Мирончуков, Алексея Смертина, Егора Титова, Юрия Газинского и многих других Если вам интересно, заходите, вбивайте «Мама знает всё» и слушайте в удобное для вас время Итак, у микрофона Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина А также в студии у нас очень скромный, совсем не привыкший к вниманию пресса человек, не считающий свои заслуги какими-то уж особенными Просто она мама, просто она воспитала сына, который играет в ведущих клубах страны Который долго ждал и дождался, вернее заслужил, чтобы его стали привлекать к играм за национальную сборную И он делает всё, чтобы эту сборную не подвести Речь о Сергее Петрове А в студии у нас его мама Ирина Алексеевна Петрова Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Сергей Петров, футболист, который сейчас играет за Краснодар Ранее играл за «Зенит» и за «Самарские крылья Советов» Из его достижений обязательно отметим победу в молодёжном первенстве России Бронзу чемпионата страны и уверенную позицию в списке 33 лучших футболистов чемпионата России 18-19 годов Итак, наш герой Сергей Петров Мы сейчас в Санкт-Петербурге, на родине Сергея Правда, уточним, что родился и вырос Серёжа не в самом Санкт-Петербурге, а в Ленинградской области, в городе Никольском Это же небольшой городок, да, Ирина Алексеевна? Да, это городок небольшой, где-то, наверное, сейчас население около 30 тысяч Вот, всего три школы у нас на наш город, то есть совсем небольшой, а раньше было ещё меньше А вы никогда не думали в Питер перебираться? Ну, нет, не думали, потому что Питер большой, а наш такой городок... Уютный Уютный, да Свой, родной, да Свой, родной, уже знаешь каждый уголок, и тем более, как бы я там тоже родилась, вот И работаю до сих пор ещё... О вашей работе мы сейчас поговорим Да, в этом городе, но училась в Санкт-Петербурге А сейчас как часто вы видитесь с сыном? Ну, видимся не очень часто, обычно, то есть, когда у него отпуск, приезжает домой И если там совсем-совсем может быть большие выходные, вот может появиться атак, видимся редко, но тоже пытаемся к ним туда съездить Слушайте, однажды в Инстаграме среди подписчиков Сергея возник такой шуточный спор Напомню ещё раз, он уже 8 сезонов играет в Краснодаре и живёт, соответственно, в Краснодаре И вот спорт такой был, всё-таки питерский он ещё или уже краснодарский? Прямо на два лагеря фанаты Сергея разбились Вот Вы, Барина Алексеевна, к какому лагерю примкнули? Ну, я бы уже, наверное, к краснодарскому Вот, вот, интересно Но всё-таки мы считаем его своим питерским парнем, и многие считают, что вот он, так как родился в Питере, и всю основную свою школу с детства и до, вот, пока появился в Краснодаре, это всё была, как бы, питерская школа, и всё-таки он считается питерский парень У него и номер-то 98-й, извините, номер региона, номер Питера, да? Да-да-да, номер 98-й Он давно с этим номером играет? Он с этим номером играет уже, вот как он появился в дубле «Зенита», сразу взял себе вот 98-й номер, тоже мы думали, что, Сергей, у тебя 98-й Он говорит, ну, мне просто нравится этот номер, а потом уже так в разговоре мы разузнали, что, как бы, это питерский регион 98-й У него даже номера на машинах 98 Понятно Кстати, у нас сейчас есть возможность поговорить с человеком, который, собственно, и организует переход футболистов из клуба в клуб Человек, который присматривает, подбирает игроков конкретно для футбольного клуба «Краснодар» У нас на связи Максим Бузникин Тот самый Максим Бузникин, экс-игрок «Локомотива», «Спартака» и сборной России по футболу Он пришёл в Краснодар тоже в 2013 году, так же, как и Сергей Петров Стал работать скаутом, а с 2014 года руководит селекционной службой этого клуба Максим, добрый день Здравствуйте, здравствуйте Максим, вот подскажите, пожалуйста, в Краснодар Сергей ведь пришёл уже сформированным игроком Какие у него были сильные черты? Какие сильные стороны? Ну, насколько я помню, Сергей был молодой, перспективный, амбициозный игрок Отвитание «Гзенита» и поигравший сезон в «Крыльях Совета», подававший большие надежды В принципе, Сергей приходил как опорный полузащитник, а зарекомендовал он себя игроком основного состава уже на долгие годы Можно сказать, уже сторожил команды как игрок правой бровки Наверное, все его сейчас таким и воспринимают Смена амплуа произошла, и здесь не обошлось без института Сергея Николаевича, скажу так Галецкого Да-да-да, именно По поводу позиций, по поводу вообще крайних защитников в команде, да, они всегда меняются Но в основном это футболисты с двойным сердцем, которые 90 минут должны работать и в защите, и в атаку Как вы осматриваете новичков, и вообще по каким параметрам берёте в клуб? Безусловно, да, крайний защитник, безусловно, большая работоспособность, целеустремлённость, исполнительность Поскольку, допустим, Сергей играл в центре поля, то есть он ещё обладает хорошим контролем нича Вот, это немаловажно И, конечно, неплохие скоростные качества, потому что это работа по всей бровке Сейчас защитники, как вы понимаете, не только выполняют оборонительные функции, но и должны помогать атакующим действиям Вот, собственно, по этим критериям приходится как-то отслеживать, отсматривать и делать выбор Спасибо большое, у нас такой экспресс-режим получился, но мы очень благодарны вам за то, что вы участвовали в нашей программе И так, ещё раз отмечу, что глава селекционной службы футбольного клуба «Краснодар» Максим Бузникин был у нас в эфире Всего доброго Мама знает всё Так, ну а мы продолжаем Быки! Так называют футболистов Краснодара и болельщики, но и сами игроки тоже Напомню, на гербе клуба изображено это рогатое, очень упертое животное Ирина Алексеевна, в характере вашего сына Сергея Петрова есть что-то от быка? Мне кажется, есть Во-первых, он родился, это 91-й год, год козы, а сам он по знаку зодиака козерог В его характере вот это вот быки, это именно вот для него, то есть вот упертость И добиться Добиться какой-то цели Между прочим, 2021-й должен быть для них, для команды Сергея особенно удачным, год быка идёт Да-да-да, мы Сергея говорили, что этот год, вот год быка, вы должны Рвануть? Рвануть, рвануть, да, выйти вперёд До Сергея футболисты среди Петровых были замечены? Нет, футболистов не было замечено, но у нас спортивная семья Хочу сказать, что мой папа был учитель физкультуры, моя мама была учитель физкультуры И я по их стопам тоже пошла, учителем физкультуры Аплодисменты, я считаю, просто прямо в династии И уже Сергею, наверное, было суждено куда-то в спорт Какой вид физических нагрузок вы любите больше всего преподавать? Лыжи, прыжки, я не знаю, там бег? Ну, мне больше тоже нравятся игровые виды спорта Так как я сама большую часть учила игру баскетбол И мне больше нравится детишек даже учить вот таким игровым баскетбол А им уж, наверное, как нравится, им уж тоже больше игровые тоже Волейбол, да, ну, футбол сейчас вводят в школьную программу Но еще не совсем так, это уже там на усмотрение учителей Как пишем мы эту рабочую программу И можно ввести вот этот вид спорта в футбол Ну, мальчишки, конечно, все просят Будем играть в футбол, будем играть Но приходится, тем более у нашей школы вот уже третий год сделали стадион И тут уже сама судьба поиграть в футбол, провести какой-то турнирчик То есть пользуемся, да, вот этими Все сходится прекрасно Слушайте, а Сережа, у вас физкультуру, вы у него преподавали? Да, в школе физкультуру преподавала я Обожаю, когда мама учительница физкультуры у сына Так, он в каких классах у вас учился? Так, он учился у меня первый класс, второй, третий, четвертый и по пятый Так, четвертый Д встал, Петров в строю Он не первый в строю стоял же в высоте? Нет, он стоял не первый Он где-то в серединке Ну, занимался, как и все Пал отжался, все как было Пал отжался, никаких поблажек не было То есть, ну, ему очень нравилось все равно вот эта все Активность, двигаться Мама, а мы поиграем в конце урока в футбол? Ну, как же, мама, не поиграем, конечно Уже не говорю открыто, я говорю Ну, если время будет и все успеем сделать Конечно, поиграем Ну, любимая игра в то время почти всех мальчишек вот была в футбол Я помню, даже не Серегин класс, там мальчики постарше А у нас еще был, когда старый стадион, там хоккейная коробка была И в основном вот там, то есть, выходили и вот мальчишки Еще не было тогда, я помню, и футбольных таких хороших мячей Резиновым мячом обычным вот играли Ну, это вот прямо для них было Главное, чтобы погонять Да Расскажите, какой у Сергея папа? Ну, настоящим папой для Сергея шести лет стал Мой супруг в нынешнее, Олег Васильевич Дорофеев Военный, дошел до майора На данный момент он военный пенсионер Ну, в свое время, когда мы только начинали жить И вот шести лет, да, Сергею было Так как времена были не очень легкие И финансы нужны были семье И для Сергея, так как надо было обмундирование и бутсы, и форму, и что-то еще В лагерь тот же, на сборы отправить Это все как бы надо было вложение делать И вот пришлось продолжать уже гражданский труд И рядом с нашим городом есть такой поселок Саперное Там мебельный комбинат, но на нем, ну, опять же, говорю, что много предприятий И там такая фирма Биостар, то есть она занимается печатью, оболочками, вот для колбас Ну, продуктов разных Вот он непосредственно большую часть работал там Ну, потом со временем уже перешел в охранное предприятие, где... Ну, на пенсии, в общем, не дали вы ему посидеть, понятно Ну, да, 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 ну, вот в настоящий момент мы ему немножко дали Расслабиться, так как Сергей у нас появился и помогает нашей семье Очень даже помогает И уже есть возможность нашему папе было заняться именно воспитанием И всесторонним воспитанием дочери Впрочем, с близкими родственниками Сергея, в том числе и с Олегом Васильевичем, и с сестрой Сергея У нас будет возможность поговорить лично в рамках нашей программы А сейчас нам надо ненадолго прерваться Футбол объективно один из самых зрелищных, самых любимых видов спорта в мире и в нашей стране в том числе И нам интересно не только, что происходит на поле, не только результаты матча Нам хочется узнать, что происходит в семье игрока, в его окружении, куда он путешествует, что он ест в конце концов Есть просто бесценный источник информации Это мама футболиста Которая выкормила, вырастила, отдала нужному тренеру И мы к этому источнику с огромным удовольствием припадаем И вам рекомендуем прослушать все вышедшие выпуски программы на всех подкаст-платформах Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс, ВКонтакте, Кастбокс Мама знает все Проект РФС при поддержке Газпромбанка Мы продолжаем На студии мама игрока сборной России футболиста футбольного клуба Краснодар Сергея Петрова Ирина Алексеевна Петрова Напомню еще раз, ну если вдруг кто-то подключился к нам, да, только что Ирина Алексеевна учитель физкультуры и у Сергея она тоже преподавала Ирина Алексеевна, вот скажите, вы уже не как мама, а как физкультурник Какой еще видели в Сереже потенциал? Ведь наверняка он был мальчишка здоровенький, активный такой, да, подвижный Ну да, Сергей был очень подвижный ребенок То есть вот он постоянно, ему надо было движение Вот, ну и видно было, что у него хорошо вот эти качества Быстрота, ловкость, вот реакция у него прямо вот такая вот Когда попал мяч в ноги, Сережа? Так, ну мяч в ноги попал ему, наверное, уже лет вот шести Рядом у нас был, где мы жили, садик И в этом садике такие вот деревья, как раз они напоминали две штанги И они постоянно вот туда с мальчишками бегали, с мячом Потом уже в начале первый класс, когда второй и чуть дальше Постоянно играли там А потом он пошел в секцию, да? Да, бабушка тут большую роль сыграла Ну куда нам надо, куда-то его определять, Сергея И у нас в Никольском проводились такие небольшие турниры, как дворовый футбол И вот как раз первый тренер Сергея Михаленко, Владимир Гаврилович Он организовывал эти турниры И Сергей ему прямо вот очень нравился Вот Владимир Гаврилович все время говорил Ира, надо куда-то его вот тоже определять Правильно говорю, Владимир Гаврилович Правильно говорю, мне кажется, нужно, чтобы он подтвердил слова Давай прямо сейчас мы позвоним И поговорим еще с ним А потом продолжим уже историю становления Сергея Петрова Добрый день, добрый Скажите, прямо сейчас вот Сергей Петров Это главное футбольное имя по истории Никольского? Это главное Наша звезда, Никольская звезда Слушайте, а скажите, пожалуйста, Владимир Гаврилович Чем выделялся вот именно Сергей Петров? Вот вы же все равно как-то уже понимали, что вот в этом пацане что-то есть большее Да-да-да-да Когда он пришел ко мне, Ирочка привела его Я посмотрел на него Ну маленькие были Но он такой настырный боец И сразу он схватывал на лету Я старался мальчишкам сразу привить Чтобы техника, прием мяча Чтобы он пас отдал, точно И вот он сразу все схватывал Заметно был сильнее всех Ну ребята его уважали Ну Сережка, он такой поможет Он простой Когда ездили мы, допустим, в Тосно приезжаем на турниры Атакуем, выиграем Я говорю, Сереж, отдохни, отдохни немножко Вот он, нет, Владимир Гаврилович На, я выйду, я выйду, забью Вот Вы сразу поняли, на какой позиции Сергей будет лучше Да вот я вот смотрю, он играет Его переделали Просто его переделали В Краснодаре в этом Защиту его поставил А он же атакующий, Серега Я ему сколько Я ему хотел позвонить Он проходит Ходки делает И потом раз назад сброс Раз назад Надо поострее играть Он острый игрок А сколько он забивал В Краснодаре уже Сколько забивал Вот сейчас они играют Краснодар Там наши защитника взяли Зенита Вот Ну не то Не то Сереге не хватает Просто не хватает Я жду Когда же он выйдет Без него игра Краснодара Не смотрится даже Он если выдаст пас Походку сделает Вперед И прострел Ну и все Только забивает Только ногу поставил И все Ну Его оттянули В защитку И сейчас играет Мне кажется Вот Большего фаната Сергея Петрова И человека Который бы Вот так С любовью К Сергею Петрову Разложил игру Ну это если только Ирина Алексеевна Может поконкурировать Спасибо вам огромное Всего вам доброго На связи был первый тренер Сергея Петрова Владимир Гаврилович Михаленко Мама знает все Возвращаемся к биографии Сергея Тот период соответственно Когда он уже пошел в секцию Когда первые тренеры Уже стали появляться Но тут же еще опять-таки Мы возвращаемся К огромной роли бабушки Потому что она так Прямо взялась Тоже за будущего Настоящего Большого спортсмена Он же переехал к ней Да Ну практически Переехал Но мы понимаем Потому что бабушка Тамара Ивановна Это тоже учительная физкультура И это бабушка Это не тот вариант Который приехал на пирожки И она тебе у тебя кусочки А у тебя сейчас блинчики и пирожки Нет, это бабушка Которая давай-ка Серегу в спорт Да То есть это вот Расскажите Вот она же тоже Прямо приняла Большую часть Да Вот бабушка у нас Я хочу сказать Мама моя Была любитель Вот все время Судить футбол Как это? Вот я не знаю Как это у нее получалось Но вот везде Где какой-то идет турнирчик Вот Тамара Ивановна Все время судит футбол Обычно мужчины Физкультурники Да Этим занимаются А тут у нас все время Вот Все сходилось Вот к тому Чтобы у вас В вашей семье Появился футболист Если на лето выезжали в лагерь То вот все время Вот если турнир футбол Тамара Ивановна судит Желтые карточки давала? И желтые И красные За удаление Свисток Все как Свисток Все как полагается Даже Сергей играет Вот у меня этого нету Она Ира Я все знаю У меня вот Когда Чего У ней прямо Все вот она расписывала У ней Свои книжки Там все вот Расклад игры? Не расклад игры Вот кто с кем Когда играет Турнирные таблицы Какой счет Вот И на каком месте Там идут То есть вот это Она прямо Так отслеживала Был еще один человек Который Ну Мне кажется Тоже очень сильно Переживал за футбольное Будущее Сережи Петрова И тоже хотел Чтобы мальчишка Из небольшого городка Вырос Настоящего футболиста Российского значения Мы дозвонились До тренера по футболу Александра Яковлевича Волкова Александр Яковлевич Здравствуйте Скажите пожалуйста Здравствуйте Скажите пожалуйста Вот когда вы встретили Сережу В какой команде он играл Там не команда была Ну мы создали команду Дворовую Дворовую Как бы сказать Не дворовую А детей Маленьких Называлась она Надежда Тогда я Сережу Увидел совсем маленького мальчика Ему было лет 7-8 Наверное Ну тогда он сразу выделялся Тем как он играл Видно было Что мальчик вот Футбольный А вас много проходило Через ваши руки Через ваши клубы Через ваши Очень много И у кого Каждый год Наверное человек По 30 40 В которых вы видите Будущих футболистов Нет К сожалению Вот Сережа Был один Один И вот Из тех Кого Через меня прошел Я только одного Такого увидел Вот Я про это как раз спрашиваю То есть вот Среди тех всех Мальчишек Которые у вас тренировались Сколько у вас было Вот таких моментов Когда вы поняли Один Один Да Ну ради этого Стоило наверное Проработать всю жизнь тренером Чтобы получить Вот на выходе Вот такого игрока Ну да Мы потом еще С ним столкнулись С Сергеем Когда У нас еще была Одна команда 12 лет Это мне кажется Он уже в Зените играл Тогда уже И мы поехали Попросили его Чтобы он за нас поиграл И ему разрешили И вот на этом турнире Это уже было Первенство Ну что-то типа Первенство города Да И все ко мне подходили Говорят Что за мальчик Что за мальчик Меня спрашивают Я говорю Слушайте Уже как бы он В Зените туда-сюда Вот Бесполезно Тут с ним разводить разговоры А потом У нас судил Судья Он сказал Что мальчик какой Светлая голова Александр Яковлевич Вы сейчас за ним следите? А как же Конечно Каким выводом приходите? Каким выводом Прихожу? Да Человек добился Сам себя сделал Молодец Жалко что не в Зените Играй правда Ааа Понятно То есть мы Соответственно С фанатом Зенита Сейчас разговариваем Да Вы разговариваете С фанатом Зенита Я на фанатском секторе Да Стою Хожу Люблю Болею за команду Но все равно Краснодар Я считаю Что это тоже Очень сильный коллектив Поэтому Я думаю Что все Я думаю Что футбольная карьера Его По крайней мере Она идет по возрастающему Ну посмотрите Потом Ну Краснодар Понятно Но извините Меня уже сборная И голы за сборную уже Само собой Сборную Сборную мы не забываем Конечно Человек растет Он не стоит сейчас на месте И он именно Идет по возрастающей Спасибо вам большое Еще раз напомню Тренер по футболу Александр Яковлевич Волков Был у нас Здесь в эфире Фанат Зенита Человек Который Вложил В общем-то Наверное Большой Ну сделал большой вклад В становление Нашего сегодняшнего героя Героя нашей программы Сергея Петрова До свидания Мама Знает все Ирина Алексеевна Вот скажите А учиться-то Сергей успевал Или приходилось ему помогать Как-то Так как Много времени уже Занимали тренировки И конечно Иногда приходилось И помочь ему Где-то вместе Посидеть Где-то помочь Сочинение ему Написать Я могу сказать Да В этот момент Ирина Алексеевна Лукаво улыбалась Отвела глаза Куда-то В сторону Чуть-чуть Приходилось Помогать Конечно безусловно Но мы Совсем уже Такого вот Прямо внимания Что вот В учебу Так как мы уже Видели его потенциал Что он будет где-то Спортивный И надеялись Конечно Что Мечты и старания Они все-таки Воплотятся И большое внимание Уже учебе Не уделяли Ну учился Средненько Троечки Ну и пятерки Были Физкультуры Когда его заметили Зенитовский тренер В восьмом классе Скорее всего Начало Наверное Девятого Мы поехали уже На просмотр туда Вот и тренер Сказал Да подойдет И его забрали В интернат Так Он еще учился В Колпино Но уже вот Ездил На тренировку Вот с Зенитом И Сергей Иванович Уже говорит Романов Да Сергей Иванович Что далеко Все-таки ездить Как бы ждали Мы немножко места Что вот появится место То вот Сергей Я говорит Определю туда Ну то есть Определил его уже В интернат И Сергей уже Когда перешел В интернат И уже школа была У них там Вот при интернате Не боялись Вы отпускать его В большой город Так как вот Мы уже видели Он был такой Самостоятельный ребенок Такого страха не было А какие условия С кем в комнате жил Так Ну в комнате он жил С канонником Максимом Там еще пару мальчишек По-моему Андреев был И забыл как зовут А вот Максим Канонников Это ведь тот Успешный игрок Да Из Крыльев Советов Да Сейчас он В Крыльев Советов Но он был и у нас Вот в нашем Питерском Зените А спросите за любопытство Зенитовский интернат Да Престижно Да Это уже какое-то определение Это бесплатно было Для вас или как Да Для нас это было бесплатно Вы вообще Как тогда На бешеную зарплату Учителя физкультуры В общей образовательной школе Содержали будущего Крутого футболиста Ведь сложновато Наверное было Сложновато Но опять же Большую подмогу Нам оказывали Вот у Сергея Бабушка От первого моего брака И моя мама То есть они вот Постоянно Ну там бывало Если на турнир Надо будет что-то Какое-то выезд Вот там уже может быть Какие-то вложения делать То мы С трех сторон Все вот Наша семья Да И две бабушки Все время помогали Вот это вот Для Сережи Сережа Вы кстати Вы учили распоряжаться Средствами Как-то вот этой вот Сторонней вопроса Ну Я думаю Еще в то время У нас не было Вот как сейчас Это финансовой грамотности Но у него были Иногда карманные деньги Потому что бабушка И одна И другая Немножко ему выдавали Ну а я как мама Должна была Отследить Проследить Куда На что уходят На что они уходят Да Но в основном В то время Куда они На сладости уходили Там Ну что-то себе может Там Приобрести Ну Нужное Вот что-то Какое-то вещь Покупка Вот от которой Он был в восторге А вы понимали Что это бесполезная Трата денег Ну глупость Какая-то вообще Абсолютная Надо Нет Не вспомните Но видимо Сергей не разбрасывался Ну я думаю Ну я думаю Да Что у него не было Таких Чтобы он Совсем На такие Бесполезные Он мог Скопить Немножко Да Вот если там Бутцы себе Вот он хотел Бутцы Вот он Подкопит Немножко И говорит Мама я могу Теперь Бутцы себе Копить Я говорю Ну молодец Ну конечно Чуть-чуть Добавим И Вот Мама Знает все Главное у нее Спросить У нас небольшая пауза Затем вернемся К разговору Есть еще Очень интересные Эпизоды Из жизни Семьи Петровых Мама Знает все На Авторадио Сегодня наша программа В гостях В Санкт-Петербурге Здесь В стане Сине-бело-голубых Вырос очень ценный Для российского Футбола Игрок Сергей Петров Мы продолжаем Разговор С его замечательной Мамой Ириной Алексеевной В студии Татьяна Гордеева И Катрина Гайсина Программа Создана По инициативе Российского Футбольного Союза При поддержке Газпромбанка Ирина Алексеевна Скажите У вас же еще Есть дети Да Да У меня Есть еще Дочь Арина Да Это вот Со второго Брака Знаете Есть абсолютно Уверенность Что с Сергеем У них очень Нежные Близкие отношения Вот я смотрела Его соцсети И там очень много Фотографий Где он С сестренкой Хотя разница По-моему 12 лет Да У них разница Но Сергей Да Очень любит Аришку Все время Ее тоже балуют Подарки Аришка Гордится Арина Гордится Но надо отдать Должное Арине Что у нее нет Такого Что она Не хвалится Даже в школе Некоторые учителя Подходили Говорили Мы удивляемся У нее такой брат А она вот Типа вот так Скромная Но все равно В душе Она конечно Гордится И когда Погулять там Выйдет Все Ой ты твой брат Ну она Да мой брат Скромный А в футболе Вообще она разбирается Может как бабушка Разложить игру Судьей выступать Ну может совсем Разложить не может Но тоже Активно болеет Она И с Сергеем Когда вот в отпуск Приезжал Он ее Брал частенько На свои турнирчики Потом может расскажет Давайте расспросим У самой Арины Она тоже появляется В нашей студии Арина Добрый день Добрый день Вот скажите Брат у вас Футболист А вы чем занимаетесь Я занимаюсь Плаванием Точнее занималась До недавнего времени Я больше ушла Об учебу Вот у меня Стоят грандиозные цели Хочу поступать В школу экономики Ну это так Ну то есть Ты со спортом Свою жизнь не связываешь Просто спорт Обязательно будет Да Спорт он Организует Я могу так сказать Что я начала Заниматься плаванием В четвертом классе И до четвертого класса У меня были плохие оценки А в четвертом классе Когда я начала заниматься Я начала учиться Она отлично Слушай Давай рассказывай Про своего старшего брата Вот когда такая Умная Перспективная Хорошая девчонка И вот у нее Вот такой вот брат Вот мне просто интересно Вот понятно мама Ну тут вообще все понятно Конечно она мама А вот как сестра Как ты воспринимаешь Своего брата Конечно очень люблю Сережу Он самый близкий человек И когда он приезжает Для меня это как праздник А сама любишь футбол вообще Знаешь правила Да Но в детстве я очень любила Играть в футбол И Сережа Он меня постоянно брал с собой Вот один раз я даже стояла На воротах Он меня поставил И мне прилетело Мячом по голове Это просто традиция В семьях футболиста Чтобы младшие Сестры стояли на воротах А сейчас Вот вы можете там Вот мама говорила Что вы сейчас можете там встретиться Уже вот в нынешнем возрасте Даже не пойдете Тоже поиграть Да Да Мы можем поиграть Каким-то приемчиком Тебя научил он? Мяч набиваешь? Ну да Раза три могу Ну уже результат безусловный У тебя большие перспективы Не только ее Когда выезжаем куда-то Там вся семья участвует И папа Играем И кто из вас больше набивает? Я То есть мама два раза Один раз и маму привлек Он бьет мяч Мама ловит Бьет мяч Мама ловит Мама на воротах Очень здорово Вы с ним тесто общаетесь По телефону Да Мы списываемся с ним Он постоянно нам звонит По видеосвязи Общаемся Арина Младшая сестра Сергея Петрова Была здесь у нас в студии Спасибо тебе огромное Спасибо До новых встреч Пока-пока Мама знает все Ирина Алексеевна Уж простите Но у вас какие-то Очень положительные дети Получаются Да Вы с Ариной поговорили Что неужели Прямо так без проблем Без сложностей Там я не знаю Переходный возраст Подростковые взбрыки Какие-то Неужели все стороной обошло? Да мне кажется Да Все стороной нас обошло Не было вредных привычек Ну и Не курить, не пить Ему это не интересно Вот давайте Действительно уже не может Не выдерживает мужчину уже Не выдерживает Уже рвется в эфир Давайте расспросим Поподробнее по этому вопросу Мужчину Олег Васильевич в эфире Супруг Ирины Алексеевны Папа Сергея Петрова Добрый день Здравствуйте Ну рассказывайте Каким Сергей был в детстве Хулиганил Не хулиганил Сергей был Хулиганом Он Ну хулиганом В каком плане Он не мог сидеть на месте Постоянно ему нужна была движуха И как-то он везунчик был Какой-то большой Даже когда пошли Вот эти хваталки Игрушки Ему все время везло Итак движуха И везение Да-да-да И везение И везунчик А вы вообще поддерживали Его стремление Заниматься футболом Или может был момент Когда вам казалось Что ну Другой его надо Да это было ясно с самого начала Это было с 5-6 лет Уже ясно Что он футболист Там уже Подождите Ну вот вы военный человек Вы же бывший военный Может вы военный Нужно было отдать Ни в коем случае Ни в коем случае Почему Боже упаси Почему Там не то, да Ну все годы А вот скажите Его победы Его поражения Может какие-то травмы Как это все влияло На атмосферу в семье Никогда он там нервным не был Ну переживал Все равно в нем видно было Ну конечно переживал Но он до этого не выплескал наружу Он как бы в себе Да все оставлял Видно Но мы его старались поддерживать Ладно Они от тренеров получат там От тренеров после поражения А вы между собой Никогда не ругались Например по итогу какой-нибудь игры Кто ничего не сказал Кто-нибудь как-нибудь Характеризовал игру Поспорить могли Я ему говорю себе правду Я говорю Серега ты сегодня играл супер Или Серега ты сегодня сыграл Ай-яй-яй Он говорит Я сам знаю Что я сыграл плохо Я ему говорю всю правду в лицо А если не футболистом Кем бы на ваш взгляд Мог бы стать Сергей Он супертанцор конечно Танцует Супертанцор Почему вы скрывали это? Ну в свое время Он не занимался танцами Но у него такая есть пластика Да До сих пор даже где-то Вот как раньше Это брейкден Куда-то если мы выйдем И где-то там Есть Дискотека Это вообще там Он нижний брейк танцевал? Не, не нижний Ну это было Нижний я не видел В лет 7 Были такие у него задатки И сейчас у него Прямо вот когда он танцует Можно посмотреть Ну больше верхний конечно Слышься, расскажите вот эту историю Как он вам посвящает свои голы? Мне 6 октября день рождения Да Они со Спартаком играют Я говорю, Серега, ты мне должен голос забить И он забивает голос в Спартаку К камере бежит Мне показывает Сердечко И говорит, для тебя Ну что-то А потом интервью он же давал И там говорит, папе Для папы, да, гол Да, когда интервью давал Здорово Ирина Алексеевна, так, а вы? Ну а я уже попросила тогда Это октябрь, а в ноябре уже Следующий был День матери Я говорю, ну Сережа, надо на День матери Маме тоже что-то подарить Нормальная семейная мотивация на игру И он раз забивает гол И вот такой прям вот поклон Поклон, да? Да, вот так раз В ноги В ноги Ага, такой Ну я думаю, ну это точно Мне и всем, конечно, мамочкам Здорово Замечательная семья Олег Васильевич, спасибо большое Спасибо большое за участие в разговоре Супруг Ирина Алексеевна, Олег Васильевич Ирина Алексеевна, а вы помните То самое сообщение, когда Сказали, что Сергея вызывают Играть за сборную Ну да, как бы услышали по радио И потом Сергей нам позвонил И говорит, ну меня вызвали Так скромно Мы такие, ты чего, ура Там начали все поздравлять И нам начали звонить И даже Сергей Иванович нам звонил Поздравлял, что вот Зенитовский, Романов Ну да, Романов, ага И другие, кто там знакомый О, там поздравляем Сергею Передавайте привет Там, чтобы так держать Это ведь такое выстраданное ожидание было, да? Ну, выстраданное, да, потому что Сергей тоже целью своей ставил Что всегда он хотел попасть в сборную, большую сборную Потому что если в молодежную, в юношескую он в свое время Быстро попал достаточно Часто, да, привлекался там, вызовы были Тоже вот чуть-чуть постарше, когда стал возраст Но я думаю, все это еще вот Но он часто подходил, подходил Вроде должны были уже включить на сборную страны Раз, опять не включали в заявку Я же понимаю, что он несколько раз подбирался к этому событию Ну да, он подбирался Ну вот еще бывало у него тоже что-то Только вот вроде бы все, должны его вызвать Раз, и у него на этот момент какая-то микротравма или еще что-то И вот в ноябре 2019 года он забивает свой первый гол за сборную Как вы это вообще к этому отнеслись? Ну мы очень радовались Слушайте, ну я вот Бабушка особенно, она вот сразу как вот смотрит сразу Вот она после каждой игры и мне позвонит, и Сергею А бабушка в отдельной тусовке болела, да? Ну да, она как бы в Колпино когда Одна? Ну а с братом, с Димой там они вот вдвоем И вот, и она мне все время Ты смотрела? Я говорю, ну конечно смотрела А когда еще на молодежку в «Зените» они ездили И с Олегом, и Олега даже спрашивали Ты куда сегодня? Он говорит, да я с тещей на футбол А нет, ну вообще Отлично Отлично Раньше, да, болела В 2019 году, когда российская сборная играла с Кипром, Сергея травмировали, но он просил не убирать его с поля Наставник сборной Станислав Черчесов тогда назвал Сергея бойцом В прошлом году на встрече Краснодара с Реном Сергей получил травму еще на разминке, но вышел на матч и показал хорошую игру Тренер Краснодара Мурат Мусаев сказал, что Петров – герой Вот Ирина Алексеевна, вы как думаете, оправданы такие жертвы? Ведь можно же немножко и поберечь себя Сергей не из таких, вот он будет играть до последнего, даже у него будет немножко болеть, но он все равно, ну потому что это, как говорится, его жизни В нем нет такого, я лучше, я сегодня пересижу, чтобы мне потом как-то было, то есть он будет играть до последнего Герой и боец, футболист Сергей Петров А еще он муж, папа, и мы знаем, что он очень нежный папа, но про это мы поговорим чуть-чуть попозже, через несколько минут Мама знает все на Авторадио Сергей Петров, он играл за питерский «Зенит», потом за самарские крылья Советов, а потом уехал в солнечный Краснодар В этом нет ни предательства, ни эгоизма, это футбол Это нормальная история игрока, который может за спортивную карьеру поменять и клуб, и климат, и вообще всю свою жизнь Мы продолжаем разговор с Ириной Алексеевной Петровой Программа «Мама знает все» создана в партнерстве Российского футбольного союза и «Газпромбанка» Программа звучит для вас на Авторадио Какую реабилитацию готовит мама Ирина Алексеевна, когда сынуля приезжает домой? Рассказывайте Ну, мамуля, конечно, ждет с нетерпением сына домой, но немножко побаловать тоже приходится Чем его откармливаете? Откармливаем, ну, Сергей любит жареную картошку в мамином исполнении и котлетки Но это только одноразово, а потом все-таки уже более такой рацион, который подходит спортсменам Ну, уже там курица, рис Неужели только разочек жареные картошки? Ну, много нельзя, потому что расслабляться им не дают Когда приезжает домой, ну, где-то день-два он может отдохнуть А потом уже он выполняет свою определенную программу Сколько-то им надо пробежать, что-то в тренажерном зале Слушай, ну, хоть отсыпается в волю он дома Отсыпается, может поспать побольше, подольше немножко Но потом все равно, то надо опять ему куда-то бежать там, друзья Поиграть ему надо Мы уже говорим, ну, ладно, Сергей, ты только вот приехал там, отдохни Не, мальчишки ждут, надо вот немножко Он говорит, я, говорит, слегка буду беречь себя, но слегка Сейчас у него уже полноценная семья, есть дочка Ксюша Вот с появлением ребенка, как-то он по-новому для вас открылся Какие-то новые качества вы увидели в нем? Мне кажется, у него больше стало вот такой заботы Повзрослел, да, плюс вот как стал семейный То есть ответственность у него за свою семью и вот за нашу А вы знаете, что они с женой планируют троих детей Вот бабушка к этому готова-то? Ну, готова, чё ж, будем помогать Мы им наоборот говорим, давайте побольше Пока мы молодые, пока у нас есть энергия Что можем позаботиться, поиграть и повоспитывать также со своей стороны внуков Мы сегодня в программе уже упоминали этого человека Есть ощущение, что он точно знает, как воспитывать настоящих мужчин Заслуженный тренер России, тренер с дюшорой «Зенит» Тот самый, что был наставником Александра Киршакова, Максима Канунникова, Евгения Башкирова и Сергея Петрова Сергей Иванович Романов у нас на связи Добрый день, добрый Сергей Иванович, ну вы знаете, вот слушатели нашей программы сегодня по ходу вообще всего нашего выпуска Понимают, что вы как бы отдельный вообще человек в истории Сергея Петрова Потому что мы так или иначе то на одну историю зайдём, то какую-то цитату И всё это как-то вот к вам всё равно приводит И это однозначно, что значит наш разговор должен был состояться Я рад, я рад А вот вспомним, 14 лет к вам приходит Сергей И он приходит сразу правым защитником или это его... Нет, нет Я увидел в нём игрока средней линии У него всегда голова была вверху Он видел всех Он, это был игрок средней линии Именно центрального звена Поэтому у меня в команде он играл позиции центрального полузащитника Такую, в общем-то, работу основную Выполнял средней линии А вы знаете, Сергей Иванович, уже сегодня второй раз в программе Звучит вот эта история Что сейчас позиция, на которой сейчас играет Сергей Петров Это не совсем верно И представители вот 98-го региона придерживаются совершенно иной позиции Что он должен по-другому играть И что вообще было бы прекрасно, чтобы, если бы он здесь, в своём регионе и играл Вот ваше мнение по этому поводу Ну, вы знаете, сейчас, мне кажется, Сергей играет прекрасно Просто на той позиции, на которой он играет в клубе Краснодар На мой взгляд, ещё раз повторюсь Он сыграет в любой позиции, даже и вратарской Поэтому это футболист, который умеет делать на поле всё А наверняка обидно, что Сергей не смог закрепиться в основе «Зенита» Вот как вы к этому относитесь? Хотелось бы вам, чтобы он играл за «Зенита» А не за «Краснодар»? Да, мне очень хотелось, чтобы он играл за «Зенита» Но так распорядилась судьба Поэтому здесь уже, видимо, может быть, это было правильное решение Чтобы уехать вовремя для получения стабильной игровой практики Как вот мы сейчас с вами наблюдаем Многие парни, молодые из «Зенита» уходят играть Отдаются в аренду и так далее Чтобы именно играть? Чтобы именно играть, да На этом этапе, конечно, играть нужно обязательно А можно ещё такой вопрос? Вот как вы считаете? Вот мальчишка Серёжа Петров, которого вы знаете, соответственно, ещё уже много лет И вот нынешний уже крутой футболист Сергей Петров Вот для команды чисто с психологической, с человеческой точки зрения Что он несёт? Какую роль он играет? Он несёт сумасшедшую уверенность командную Вот это самое главное На него можно опереться, положиться Он из тех... Знаете, как говорят? «Я бы пошёл с ним в разведку» Вот этой фразой всё сразу становится... Объясняется сразу Это из категории людей, с которыми надо ходить в разведку Можно идти в разведку А ещё говорят, опять-таки, его основная характеристика Это просто необыкновенный трудяга И что человек просто такой трудоспособностью Что, ну, дай бог, любому другому футболисту Ну, это заметно всегда, когда мы смотрим Или вживую, или по телевидению с вами Его взгляд устремлённый там, где игра Глаза горящие И вот именно футболист на протяжении всех 90 минут Ещё и добавленных минут, теперь мы знаем Всё время играет Он всё время живёт футболом Его глаза, его эмоции, они играют Вот я таких футболистов очень сильно уважаю и люблю И, к сожалению, не все наши футболисты живут Вот на протяжении прям всего матча Вот это, да, вы правильно отметили Это очень такой, очень хороший факт его карьеры Сергей Иванович, если бы вы знаете, с каким удовольствием, с каким вниманием вас слушает мама Прямо с глаза закатило Это же так приятно ли бы маме, когда про её сына так говорят Вы знаете, и мамы, и бабушки, и папы, родственники приходили на футбольное поле Всегда родителям приятно очень, очень приятно родителям слушать эти слова Но Ирина в данном случае заслужила это сто процентов Потому что, наверное, это, как бы мы с вами ни говорили Что он там занимался у Сергея Ивановича Романова Он воспитанник, да нет, конечно, не воспитанник Воспитанник у нас, вы знаете, суворовцы, нахимовцы, правильно? А у нас футболист, с которым я работал А воспитание всё идёт в семье И вот семья, мне кажется, мама сама как бывшая спортсменка дала очень многое Значит, много в детстве занималась Давала ему те движения, которые другие дети не осваивали Вот здесь в чём самый главный плюс Спасибо огромное Спасибо вам за приглашение, всем привет Спасибо огромное, заслуженный тренер России Тренер из Дюсшор Зенит Сергей Иванович Романов был у нас в эфире Чему мы чрезвычайно рады, потому что, по-моему, это прекрасные слова Прозвучали уже, ну, по сути, под финал нашей программы Адресованы они семье и Сергею И, конечно же, в первую очередь маме Ирине Алексеевне А вы себе представляете, какой самый лучший вариант тут развития событий для Сергея? Ну, какую они вот сейчас ставят Цель это уже идёт командная, его личная То есть попасть там, допустим, в лигу чемпионов Вот В футбольной его карьере Продолжил, чтобы вызовы были в сборную Впереди есть чемпионат мира То есть ещё и там может успеть То есть всё от него зависит Всё от него зависит Как всегда всё зависит от него, Сергей Петров, как обычно Ирина Алексеевна, спасибо вам огромное Такие эфиры, как мне кажется, позволяют по-иному взглянуть на игроков По-новому их для себя открыть и поддерживать их искренне в любой ситуации Даже при самом драматичном раскладе в турнирной таблице Даже при самой неровной статистике побед, голов и результативных передач Это была программа «Мама знает всё» Мы её ведущие Катрина Гайсина, Татьяна Гордеева Прочаемся ненадолго, до следующей недели Но эту программу, а также выпуски с мамой Егора Титова, Алексея Смертина, братьев Мирончуков И других футболистов вы можете ещё раз прослушать на сайте Авторадио А также на всех подкаст-платформах Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс, ВКонтакте, Кастбокс А с новой героиней мы встретимся ровно через неделю в субботу в 12.00 Ирина Алексеевна, до свидания, всего доброго Спасибо большое Всего доброго, до свидания Было очень приятно с вами пообщаться Спасибо Самые близкие и важные в жизни люди, мамы, помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство Мама знает всё